друзья пожалуйста оцените наше видео и обязательно подписывайтесь на наш канал лишь одна роль стала по-настоящему звездной в биографии этой актрисы образ скромной тони глечиковой фильме станислава ростоцкого дело было в пинкове несмотря на это она вошла в историю советского кино как выдающаяся актриса за красоту и талант прозванная русской софи лорен майя георгиевна менглет родилась 8 августа 1935 года в москве отец георгий павлович родом из воронежа необычная для русского уха фамилия досталась ему от предков по отцу коренных французов которые остались в россии после войны 1812 года мама актрисы валентина королева была наполовину латышкой по национальности дочерью революционерки и меньшевика родом из красноярска в 1937 году когда мае было два года родители забрав дочь уехали в душан б тогда сталинобад поднимать новый русский театр в таджикской столице здесь девочка росла до 10 лет родители играли в театре скоро отец стал художественным руководителем после войны георгия павловича вновь пригласили в москву и семья перебралась в столицу отец недолго проработал в театре имени вахтангова затем перешел в театр сатиры в котором будет служить до конца своих дней юная майя несмотря на пример родителей актеров не сразу выбрала проложенную ими дорожку долго сомневалась в себе своей внешности хотела поступать на ин яс но в итоге все-таки подала документы в школу студию мхат в 1953 году зря менглет переживала по поводу своей привлекательности в вуз девушка поступала такой красавицей что неожиданно для себя получила предложение работать в доме моделей на кузнецком мосту кроме того стройную брюнетку ростом 169 сантиметров пообещали сразу отправить в англию на стажировку когда она восторженная сообщила об этом отцу тот отвесил ей по щечину придать театр для него было самым низким поступком предложение пройти пробы на главную роль в фильме станислава ростоцкого дело было в пенькове поступила студентки на последнем курсе института партнером артистки стал первый красавец советского союза вячеслав тихонов роль матвея морозова поначалу мая очень рабела перед звездой но потом влилась в процесс и освоилась на съемочной площадке единственное к чему не была готова минглет после выхода картины дело было в пенькове так это к обрушившийся на нее славе зрители по нескольку раз ходили на фильм чтобы еще раз посмотреть на любимых героев затем стали показывать фильм по стране и за рубежом минглет тихонов и светлана дружинина побывали во многих странах иностранцы называли майю русской софи лорен второе работой в фильмографии новоиспеченной звезды стала комедия матрос с кометы 58 год затем майя снялась в социальной драме исправленному верить 59 год а в 1961 году майя минглет снимается вместе с василием шукшиным фильм фильме аленка чего тебе еще надо ничего устала я тут хочу что устал я морально устал ты этого не поймешь со временем актриса реже снимается в кино отдавая все силы любимому театру имени станиславского куда пришла служить сразу после института в 80-е не снималась и только в 90-е вновь пополнила фильмографию несколькими работами в числе самых известных съемки в сериале на углу у патриарших 1995 год большая любовь рано настигла актрису она увидела будущего мужа леню сатановского еще абитуриентом знаменитой щуки рыжеволосый паренек с внешностью ванна клиберна запал ей в душу а потом когда они уже встречались в студенческих компаниях девушки в избраннике понравилось абсолютно все но окончательно леонид покорил майю роскошным исполнением романсов пара поженилась в 1954 году еще будучи студентами в 1955 году родился первенец алексей а за ним и дмитрий сыновья взяли фамилию матери менглет старший сын поступил в гитис педагоги хвалили талантливого парня но алёша влюбился в свою однокурсницу уроженку германии и после вуза уехал вслед за ней чудом получив документы на выезд второй сын дмитрий проявил способности к химии парень окончил мгу стал делать научную карьеру и в девяностые годы тоже уехал вслед за братом оба сына актрисы обосновались в австралии алексей стал востребованным актером дмитрий доктором философии в конце девяностых майя менглет и леонид моисеевич покинули театр в котором служили с молодости из-за конфликта с новым руководством в этот непростой период дети поддержали родители и пригласили их в мельбурн муж с женой которые никогда не думали о том чтобы встретить старость в эмиграции неожиданно согласились поначалу пришлось тяжело не отпускало чувство оторванности от корней но затем супругов пригласили играть в спектаклях русской театральной группы актерская чета стала ездить на гастроли вновь почувствовал себя востребованными с болезнью леонида моисеевича пара перестала работать в 2015 году сатановский умер на руках у жены от сахарного диабета на восемьдесят четвертом году жизни сейчас актриса по-прежнему живет в мельбурне вместе с ней и и старший сын а младший переехал в малайзию одна внучка живет в австралийском перты и стала архитектором другая во франции переводчик знает пять языков у мая георгиевны есть уже правнучка лайра мэй названная в честь знаменитой прабабушки друзья если вам понравилось ставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на наш канал впереди еще очень много интересного